В Магнитогорске сотрудники госавтоинспекции вышли в рейд. В рамках профилактической операции автобус они проверили техническое состояние маршрутных транспортных средств, а также наличие необходимых документов у водителей. Не оставили без внимания и большегрузы. С помощью специального диагностического прибора инспекторы измерили дымность отработанных газов. Подробнее о ходе рейда и его результатах расскажем в сюжете. В ходе профилактического рейдового мероприятия на самых оживленных городских участках дежурило 7 экипажей ДПС. В зоне пристального внимания инспекторов междугородние автобусы и пассажирские транспортные средства. В Магнитогорске согласно реестрам муниципальных перевозок маршрутных транспортных средств администрации города деятельность по перевозке пассажиров осуществляется на 35 автобусных маршрутов. Для этого задействованы 843 транспортных средства. Ежедневно сотрудниками госавтоинспекции в рамках контрольно-надзорной деятельности осуществляется контроль за осуществлением деятельности по перевозке пассажиров на коммерческой основе. Главная цель – проверить, насколько добросовестно водители пассажирского транспорта соблюдают правила. Особое внимание уделяется техническому состоянию транспортных средств. Инспекторы в том числе проверяют, исправны ли эвакуационные выходы в этом автомобиле. На первый взгляд, все в порядке. Однако сотрудники госавтоинспекции замечают, в салоне находится запасное колесо, которое закреплено лишь для вида. При аварии, при боковом ударе эта запаска полетит в пассажиров как снаряд. От водителя настоятельно потребовали исправить ситуацию на месте. Каждый из маршруток проверили также при помощи люфтомера. Этот прибор измеряет угол поворота колеса. В восстановленных во время рейда автомобилях показатели оказались в пределах нормы. Значение суммарного люфта рулевого управления для автобусов не должно превышать 20 градусов. Если оно выше, значит рулевая система неисправна, и автомобиль должен быть снят с маршрута. Это является технической неисправностью, при котором эксплуатация транспортного средства запрещена. Поэтому за данное административное правонарушение понесут наказание водитель и юридическое лицо, которое осуществляло выпуск данного транспортного средства. Также в ходе рейда инспекторы проверили грузовые автомобили и некоторые маршрутные транспортные средства с помощью дымомера – устройства для измерения дымности отработанных газов. Такой прибор показывает, насколько автомобиль загрязняет окружающую среду. Показатели также не были превышены ни в одном из остановленных авто, однако совсем без нарушений в ходе рейда не обошлось. Всего за время проверки на территории города было выявлено 33 нарушения правил дорожного движения водителями автобусов. Среди них управление транспортным средством с техническими неисправностями, перевозка пассажиров сверх установленного количества, проезд на запрещающий сигнал светофора. За каждым из этих нарушений потенциальная угроза для жизни и здоровья пассажиров. За два месяца 2022 года на территорию города Магнитогорска зарегистрировано 40 дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта. Из них 16 ДТП произошли по вине водителей данной категории транспортных средств. В одном из таких ДТП пострадал человек. Проверки пассажирских транспортных средств в городе продолжатся. В период с 14 по 20 марта на дорогах Магнитогорска будут проводиться рейды в рамках областной профилактической акции «Автобус».